Всем доброго дня! Прежде чем начать, в очередной раз, настоятельно хочу напомнить, так как регулярно различные тюленеобразные диванные особи пытаются советовать, что мне делать, как мне делать, то говорю я не так, то голос не нравится, то ролик длинный, то короткий, то учит манерам, хотя сами выражаются чисто великим и могучим матообразным. Так вот, повторяю, мне похер на мой канал, мне похер на ваше мнение. Мне нет абсолютно никакого интереса его вести, и тем более нет никакой корысти. А вот геморрой и потеря времени зашкаливают. Для тех, кто себе последнюю извильну стер, еще раз показываю скрин того богатства, что я на вас нажился за последний месяц. По-вашему, подобные суммы могут быть хоть малейше привлекательны. Так что прошу членистоногих в истерике, щелкнув клешнями, покинуть мою территорию. Просто уползайте в туман. Возможно, я и так без вашей деструктивной помощи в скором времени забуду дорогу на ютуб. И еще. Хочу тоже напомнить. Для тех же клешнеобразных, которые ведут себя как последние отродья, я моральным уродом и дегрантом не отвечаю и с ними не общаюсь. Просто полный игнор. Не собираюсь опускаться до уровня канализации. Поэтому если кто-то попытался у меня на канале поделиться собственным дерьмом, то ответа просто не ждите. В лучшем случае ответка будет аналогичная. Повторяю. Если вам что-то у меня не нравится, просто валите с канала. Я никому ничего не должен. Хочу делюсь своим мнением. Хочу не делюсь. Но заставить меня плясать под ваше нытье я точно не буду. Занимался бы я фейкодротчеством корысти ради, как подавляющее большинство могли бы иметь право спрашивать с меня, как я сам спрашиваю с лжецов и заблудших. Но я вам даю знания и технологии, о которых никто вам не расскажет. А перед тем, как довести до вас, я все проверяю множество раз и привожу доказательства, в отличие от конченных фантазеров. Ладно, хватит о грустном. Теперь о хорошем. А точнее, о продолжении раскрытия секретов древних технологий. Я хотел в этом выпуске продолжить тему с самой верхушки храмов и энергетических сооружений, но вот решил начать с самого конца, а точнее именно с той причины, которая заставила прошлые цивилизации строить целые мегаполисы по всему земному шару, по одной и той же технологии. Нет ни смысла всяких близнецов-братьев, подобных совковых коробок, понастроенных деградирующим обществом, провозгласившим себя мессией по типу. Весь мир насилием разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. И вот уникальный мир разрушили, попутно закатав десятки миллионов душ в эти развалины, а новый так и не построили, превратив современное общество в огромное больное стадо, неспособное понять и осознать свое предназначение и свой путь в мироздание. Ну вот обещала хорошим, а снова нагнетаю. Все-все. Теперь загадка, риторическая. Многие из вас задумывались в своей жизни, почему почти весь животный мир так плотно одет в шерстяную оболочку. А вот человеческая цивилизация категорично обделена подобной радостью и на поверку оказывается совсем голыми. Вот только разве что на голове бывает густая растительность и немного ниже пояса. Ну, бороды у некоторых отрастают. Но по сравнению с площадью всего тела это совсем редкие кустики, хотя могут быть очень и очень длинные, тем не менее играющие некую роль, а которые ниже. Так вот, почему такая разница в растительности? Наверное, кто-то в голове крутит версию, что типа одежда как-то повлияла. Мол, человечество, как обезьяны, были покрыты густой растительностью, но вот стало холодать и догадались на себя шкурки натянуть или лопухи. Конечно, можете привести множество версий, и я вам гарантирую, что ни одна не будет верна. Все существовавшие цивилизации относительно другого живого мира были фатально голые и всякого рода обезьяноподобные никак не могли добавить людям растительности. Как были обезьянами, так и остались, вопреки всяким официальным и неофициальным версиям. Возможно, кто-то в недоумении, как обнаженность может иметь отношение к энергетике и древним сооружениям. Я вас шокирую, самое прямое. Чтобы навести вас в нужное русло, приведу примеры из механики. Если нужно сделать высоконадежное механическое устройство, то используются соответствующие материалы, и механизмы рассчитывают с большим запасом, отчего конструкция сильно утяжеляется. Да вот, допустим, танк. Тяжелейший и совершенно ненадежный механизм, да еще относительно тихоходный. Но главная его функция – выдерживать условия боя и нести на себя некое вооружение, да ползать по сильно пересеченной местности. В остальном – совершенно нерациональная конструкция, так как двигатель и ходовая имеют минимальную продолжительность жизни. Про потребление горючего вообще лучше не говорить. Да и специализация убогая в мирной жизни бессмысленна. Возьмем авиацию или ракеты. Тончайший корпус, который даже птица в состоянии повредит. Ракеты вообще одноразовые. Вот только первые попытки появились у Илона Маска. Возьмите окружающую природу. То ли растения, то ли животные, то ли насекомые. Некие микробы имеют некую заточенную функциональность. И от этой функциональности зависят их конечные параметры. Не может быть слон очень большой и очень легкие, да еще и летать. Не может птица позволить себе отъедаться, как курица или пингвин. Иначе просто не взлетит. Это я к тому, что заточенность функциональности, соответственно, меняет параметры некого живого организма. Теперь вот примеры поближе. Если у некого существа отменный слух и быстрая реакция, то наверняка у него будут проблемы со зрением и надежностью механики движения. Если главная фишка масса тела или острейшие обоняния, то ограничение функции проявляется в других органах. Ну как, схватываете суть? И вот еще примеры. Боли радикальные. Ни для кого же новостью не будет, если у кого-то проявляется острота зрения или гибкость тела, то в другом будут некоторые ограничения. Да вот обычное дело, если человек лишился зрения или слуха, то со временем у него обостряются уцелевшие функции. И почему это происходит? Да потому что в отведенных ресурсах есть определенные ограничения, некая окончательная емкость возможностей. Если у живого существа ограничились некие ресурсоемкие параметры, то освободившиеся возможности распределяются на другие функции. Вот ярчайший пример на всяких породистых кошках и собаках. Если в кошке изменили ее внешний вид, допустим перс, то у него длиннейшая шерсть и определенный психотип развития со своими достоинствами и недостатками. Но из-за перераспределенных ресурсов и его потенциальных возможностей у него появляются огромные недостатки в здоровье и проблемы все с той же шерстью. И таких примеров множество. А теперь к чему я все это веду? Ну, для тех, кто все-таки не догнал. У любого живого организма есть определенная ресурсоемкость возможностей, повторяю, и они ограничены. Это, конечно, обусловлено автоматическим управлением сложнейшей системы питания всего организма. Еда, к которой мы потребляем, свет, тепло и другие энергетические воздействия, способствующие функциональности организма в целом, конечно, сильно влияют на перераспределение ресурсов. Много солнца? Тогда развивается функциональность и защита от пагубного воздействия и рациональное использование получаемой энергии. Слишком много еды? Атрофируется способность резерва от голода и затачивается борьба с подобной напастью. А вы что думали? Борьба с излишеством и комфортом является самым тяжелым противодействием организма, так как ведет к застою функций мозга и жизненной активности, соответственно, к самоуничтожению. Только борьба за выживание способна мобилизовать и поддерживать живой организм в здравом состоянии. Так вот, при создании такой особи как Homo sapiens, главной целью было максимально возможно возродить разум. Бесконечно увеличивать объем мозга не очень рационально, хотя его и так максимально увеличили. Но делать больше, значит, необходимо будет урезать с других возможностей. К тому же, слишком большая голова на тонкой шее – это вообще не жизнеспособно. Слух урезан, зрение, обоняние также. Чувствительность к внешней среде на грани. Вот что еще можно сводить из ресурсов? Хвост? Так уже! Осталась только внешняя оболочка, которая обычно у флоры и фауны отнимает огромную часть функциональности. У кого шерсть, у кого панцирь, у кого колючки, а у кого и перья. В общем, за счет урезания подобной защиты и перераспределения ее ресурсов на функцию разумности, была достигнута цель создания умного, но голого земного паразита. А раз он умный, то сможет себе извне найти возможность защититься, да добывать необходимые ресурсы. Но осталась еще одна серьезная проблема. Для полноценной функциональности любого живого организма, кроме еды, воды, воздуха, света и тепла, требуется некая окружающая энергия. И эта энергия имеет электрическую природу. Именно так. Вы уже догадались? Конечно, это окружающая нас электростатика. Причем, чем многофациональный живой организм, тем более он зависим от нее. Удивлены? Только не торопитесь меня в дурку списывать, я вам все расскажу и докажу. Конечно, не сегодня. Я уже говорил, что потребуется множество выпусков, тем не менее, кое-что вы уже поймете сейчас. Многие, кто меня знают, в курсе, что я занимаюсь исследованиями в области вихревых энергий несколько лет. И сам являюсь парапсихологом почти 30 лет, причем профессиональный электронщик и изобретатель, со стажем почти в 50 лет. Я уже разработал несколько уникальных энергетических устройств, которые работают на подобии энергосистем в древних храмах и сооружениях. И прежде чем плеваться в мою сторону, пробегитесь по моим последним выпускам на ютубе. Там уже есть реальные доказательства. Мною были проведены многочисленные опыты с растениями, с животными и, конечно, людьми. А также я тщательно слежу за публикациями альтернативщиков, исследующих допотопные цивилизации. Все это позволило свести в единое целое мои исследования и истоки древнего мира. Поэтому пока наберитесь терпения и авансом примите мои рассуждения про влияние статики на живые организмы. Все равно в последующих публикациях я все разложу по полкам. Ладно, вернемся к голому человечеству. То, что все прошлые цивилизации были голые и без волос, вы, конечно, могли увидеть на картинах, статуях и различных фресках, которые многие тысячи лет. И на них везде присутствуют некие мега-сооружения и некие артефакты, явно не похожие на простые палки-копалки. А вот животным и растительности подобного не требуется, так как благодаря той же шерсти они статическое электричество принимают в больших количествах. К тому же из-за своей подвижности они сами ее успешно вырабатывают. Видели, как коты, собаки и другие животные катаются по земле? Вот это одно из способов. А вы думали, они просто играются или придуриваются? Нет, они заряжаются и динамически, раскручивая энергию, очищают свою внутреннюю систему от энергетической грязи и нейтрализуют неросвязи внутренних паразитов, которые пытаются создать внутри любого живого организма свою деструктивную цивилизацию. Поэтому на различных животных обязательно есть шерсть. Кстати, присутствуют различные усы и подобные отростки. Есть колючки, перья или что-то подобное. Панцири, перепонки – это все энергоприемники или статические активаторы. Весь живой растительный мир также потребляет и вырабатывает беспроводное электричество. Иголки, листья, снова шипы – это все энергоприемники, по которым статика вливается во внутрь их структуры, перераспределяясь и заряжая клетки, тем самым способствовая внутреннему движению различных потоков и защиты от возможных нападений. А как вам такой микромир? Все микроорганизмы имеют некие шипы и волоски. Вы думали, что шипы у гусеницы некая защита? Только отчасти. Птичкам это совершенно не мешает. Но для метаморфоза, то есть превращения гусеницы в бабочку, получение энергии из окружающей среды является ключевым. Наверняка, если гусениц поместить туда, где отсутствует возможность получения энергии, бабочки не видать. Где холодно, там множество хвойных растений. Вот вы подумаете, зачем им так много иголок? Где теплее, там засели лиственных. И на самих листьях обязательно присутствует острое окончание. А структура самого листа явно напоминает распределение течения рек. Поток как в реках происходит. То есть энергия перераспределяется от листьев к веткам и на сам ствол. Помните, статика имеет притягивающие свойства. Соответственно, направляя их к стволу, питательные вещества тянутся вверх. А вы капилляры, капилляры. Тут оказывается все наоборот, Михалыч. Где совсем жарко, кактусы минимизируют потери толстой оболочкой. Но шипы во все стороны. И далеко не только потому, чтобы защититься. У них нет другого выхода для получения драгоценной энергии. Если обычные растения от ветра трутся листьями и иголками, да за счет большого роста тянутся к высотной статической напряженности, так как влажность высокая и статику еще достать надо, то в засушливом климате сухой песок делает свое дело и достаточно растопырить колючки. Кстати, про кактусы. Многие же с давних пор слышали и пробовали ставить их возле мониторов. Ходила такая волна слухов. Особенно это было актуально для старых мониторов на кинескопах, так как с экранов слишком сильно выходила статика и у некоторых была аллергия или раздражение кожи. Вот кактусы забирали избыток на себя. Но, как обычно, эту истину почти никто не знал. Просто слышали звон, да и наблюдение подсказали. По идее, наверное, некоторые сейчас воскликнули. Так что, кинескопы на мониторах и телевизорах давали жизненную энергию? И бегом побегут вытаскивать сараев и кладовок устаревшее оборудование. Не спешите, дорогие. Это не совсем та статика, которая была необходима нашему организму. Я же рассказывал, что она имеет различные состояния. Из кинескопов лилась статика наподобие, как в люстрах Чижевского, то есть с отрицательным зарядом. Нам же необходимо нейтральное и динамичное. А кто имел дела с подобными люстрами, напомню, у меня такая висела почти двадцать лет. Должны быть в курсе, что надолго включать ее не рекомендовалось, да и присутствовать то же, так как не все полезно, что с избытком. Снова поворачивая глобли на голых и смешных, я уже обратил внимание, что весь живой мир так или иначе использует беспроводную электрическую энергию, принимая ее через различные энерговоды, дополнительно получая все тем же трением. То ли шерсти, то ли иголок, то ли листьев. У летающих ноксекомых вообще основная энергия – это статика. Может, замечали, как долго муха может биться между двух окон, случайно попав туда, а умирают именно от недостатка воды? А вот человекоподобным довольно тяжело получать такую энергию из-за почти полного отсутствия волос или шерсти. Как я уже говорил, волосы обычно есть только на голове и возле репродуктивных органов. И это не случайно, конечно. Мозг и половые функции есть основной, что требует дополнительной энергии. Иначе человек превратится в овощ и бесплодное существо. Поэтому на этих местах волосы были оставлены. Но, конечно, всему организму для жизненной полноценности и защиты от различных болезней, а также чистоты внутреннего состояния, необходим внешний источник. Конечно, тонкая кожа не греет и не особо защищает от жары до различных хищников. Но умный хомик сможет защитить себя некой одеждой от подобного. Но вот энергию голой кожи никак не получишь, а требуется ее очень много. Поэтому создатели цивилизации компенсировали этот сильнейший недостаток постройкой специальных энергетических сооружений, которые сейчас называют храмами, церквями и т.п. Хотя на самом деле все эти постройки ничто иное, как накопители беспроводной энергии, создающие плотную энергонапряженность. И при помощи различных вариантов создающие механизм всепроникающей, заряжающей и очищающей статики. Об этом я, конечно, подробно расскажу в ближайших выпусках. Сами дворцы и храмы были ничем иным, как энергобанями и энергозаправочными станциями, отчего людям достаточно было регулярно посещать подобные сооружения и очищать свою энергосистему от различной грязной энергетики, а также от возможных эпидемий. Поэтому в древние времена не было необходимости в неких больницах и подобие поликлиник. Достаточно было принять энергованны. Кстати, как по биоэнергетике, так и с точки зрения служителей культа, это уже мои выводы. Именно электростатика является биоэнергия низшего порядка. Многие же слышали, что в различных верованиях говорят о неких тонких энергиях различного уровня и о низших. Так вот, это начальный уровень, которым пользуются все служители различного культа. Конечно, используют и другие виды более тонких энергий, но это уже другая тема. Конечно, я многое знаю про более тонкие энергии, иногда использую их, но прежде чем появится возможность для других ими пользоваться. Надо как минимум множество раз пройти очищение начальной энергии, стараясь содержать себя в чистом состоянии. Как сегодняшний итог вышесказанного, сделаю окончательный вывод моего определения. Вот у вас есть мобильник, и в нем есть встроенная флеш-память, которая имеет определенный объем. Что вы туда вкачаете, ваше дело. Но вы заполнили ее объем, и далее или вам придется что-то удалять, или ограничиваться содержимым. Так же и в любом живом организме объем некой функциональности ограничен. Для человекообразных существ, чтобы сотворить их разумными, пришлось урезать довольно внушительный объем функций, отвечающий за внешнее покрытие. Надеюсь, вы представляете, насколько надо было бы энергии тратить, обновляя и выращивая каждый волосок, да предоставляя подобному покрову выполнять множественные защитные функции. Я думаю, что на подобную одежонку тратилось бы более 2 трети возможностей. А так все пошло на умственные способности. Получив возможность мыслить, человечество нашло, как себя одеть и зарядить энергией, строя огромные специализированные сооружения. И последний в этом выпуске. Когда готовил материал, то, копаясь в изображениях старинных картин, неожиданно для себя обнаружил еще одно подтверждение моей версии создания человечества. Вот обратите внимание на эти древнейшие картины, написанные в разное время и, конечно, разными художниками. В них есть еще кое-что общее. Даже меня это шокировало. Поэтому следующий выпуск, возможно, я посвящу именно этой особенности. А вы пока пошевелите извилинами и попытайтесь сами обнаружить кое-что общее в этих всех картинах, которое подтверждает мои исследования и выводы. Кстати, надеюсь, теперь вам понятно, почему различные животные, к примеру, собаки и кошки, прежде чем лечь отдыхать, перед этим кружатся несколько раз. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok